В Наринмаре приступили к подготовке трассы для традиционных гонок на снегоходах на приз Героя Советского Союза, Герой России Артура Челенгарова. Местом проведения соревнований станет Качгартинская курья. За 20-летнюю историю гонок оно признано наиболее комфортным для зрительской аудитории. Соревнования пройдут 18 марта. По предварительным данным, на старт готовы выйти 40 человек, в том числе новая категория участников – юниоры. В Тундре снегоход – самое надежное транспортное средство для рыбака, оленевода, охотника и путешественника. Без этой техники не обходится, пожалуй, ни один сельский житель и любитель активного отдыха. Еще в 70-е годы наш округ стал первым полигоном для испытаний снегохода в Буран. С тех пор этот незаменимый помощник прочно вошел в жизнь северян. Точка отсчета традиционных окружных гонок на Буранах можно считать 12 апреля 1997 года. В этот день впервые прошли первые гонки на снегоходах под патронажем Артура Челенгарова. На старт вышли сразу 90 участников. Маршрут проходил вокруг города и состоял из шести кругов общей протяженностью 50 километров. Из-за непродуманной организации до финиша дошел лишь каждый третий участник. Это было учтено в 1998 году, когда соревнования прошли в два дня. С 1999 года гонки вышли на новый уровень. Победителя выявляли уже по результатам трех отборочных этапов. Женщин выделили в отдельную категорию. Для зрелищности организовали гонки на оленях и собачьих упряжках. С 2000 по 2005 год в Ненецком округе проходили еще одни соревнования для гонщиков на Буранах – снегоходное ралли «Буран-Печора». Главное отличие от традиционных соревнований – удлиненный и более сложный маршрут – порядка 170 километров мимо печорских населенных пунктов. В 2010 году гонки получили новое название – «Буран-Дэй» и статус первых всероссийских соревнований на снегоходах на территории Ненецкого округа. На сегодняшний день самыми зрелищными считаются гонки 2012 года. Зрители все еще помнят знаменитый трюк американца Джима Глейза – сальто на снегоходе. В 2014 году гонки вновь стали именоваться в честь их основателя – известного полярника, героя Советского Союза и героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Вообще мы задумывали соревнования как отечественные, как пропаганду отечественного спорта. И тогда «Буран» – это было событие, чтобы получить «Буран». Одна машина была в Наринмаре 20 лет назад, в Бутово, одна была машина. Сегодня, я думаю, что иностранная, в всяком случае. Меняется богостояние, меняется жизнь. За всю историю гонок место проведения соревнований менялось три раза. В 90-е годы гонки проводились в районе Качгартинской Курьи. В 2000 году праздник состоялся в районе Кармановской Курьи. На протяжении нескольких лет это место стало традиционным. С расширением праздничной программы соревнования было решено перенести на Качгартинскую Курью. С берегов водоема открывается широкий обзор на трассу, что очень важно для зрителя. К тому же соблюдаются условия безопасности, наблюдатели находятся вдали от трассы. В 2015 году из-за аномально теплой погоды организаторы были вынуждены перенести соревнования в район старого аэропорта, где вода не выходила на поверхность реки. Однако на сегодня лучшим местом остается Качгартинская Курья. Об этом говорят и сами гонщики, для которых хорошо подготовленная трасса – одно из условий победы. Имена самых прославленных буранщиков звучат из года в год. К примеру, Василий Попов свой первый чемпионский титул получил еще в 1998 году. Конечно, Вася. Кто его не знает? Браво! И еще раз браво! Он заслужил и эти объятия, и то, что его, как традиционно заведено, подбрасывают в воздух на радости. Вася, это уже становится закономерностью, что ты приходишь первым. Ты что, нет достойных соперников или что? Почему нет? В многом хорошо ребята ездят. А как получается, что ты второй раз уже приходишь первым? Ну, все, наверное, из-за бурана зависит. Народ и такой! А ведь твоя заслуга тоже в этом? Ну, не знаю даже. Не могу сказать про это. Какие ощущения в этот раз? Ну, что, можно играть. Ездить можно, и на будущий год можно еще съездить. И опять за первое место воронить? Ну, я не знаю, какое получится. Неоднократно становился победителем еще один житель Макарова – Алексей Хаймин, житель поселка Нельминос – Семен Евтысы. Среди женщин чаще всех побеждает Анна Христолюбова из деревни Лаборская. С 2001 года она становилась победителем 10 раз и неоднократно была в числе призеров. Ну, у нас у женщин все-таки скорости поменьше, поэтому нормально. Очень радуетесь? Очень рада, я очень рада. Болельщиков много у вас сегодня? Да, у меня очень много болельщиков, поклонников, скажем так. Меня всегда поддерживают, поэтому очень приятно. На пятки чемпионки наступает Елена Стримаусова. Юная гонщица из поселка Красное вышла на старт, как только ей исполнилось 18 лет. Упорная борьба на последних поворотах. Номер 12 из Стримаусова Елена Сергеевна. Поселок Красное лидирует, побеждает. На втором месте номер 21. А парень на Олимпиаде Ивановна, представительница деревни Лаборская. На третьем месте идет номер 14, Ардеева Любовь Ивановна, представитель города Наринмара. Очень долго шла к этому, пятый год участвую. И в разные места были. И в прошлом году шестое, и два третьих, одно второе. И вот в юбилейный год, в юбилейный раз догналась свою мечту. В 2016 году гонки на снегоходах прошли в 20-й раз. А это значит, полюбились жителям округа и стали его визитной карточкой. В этом году в соревнованиях очередное новшество. Мужчин от 18 до 25 лет выделили в отдельную категорию юниоры. Длина трассы, как и в прошлом году, составит 2 километра. По предварительным данным, на старт готовы выйти 40 человек. Прием заявок еще ведется. Всем участникам будущих состязаний хочется пожелать легкого старта, а зрителям ярких эмоций. Пять. Старт!